Всем привет, вольные сталкеры, с вами я, сталкер-баннерщик, и это сталкер Зов Припяти и мод Ганслингер Мод. Да, вот именно так он называется. И сейчас мы стоим рядом с Карданом. Скоро я планирую пойти в Припяти. Привет, привет, Кардан. Вольные сталкеры, опытные вольные сталкеры, знают, что для похода в Припять через путепровод нужен Сева. Да, костюм Сева. Но пока у нас костюма Сева нет, мы его получим чуть позже. Я сейчас хочу выбрать второй броник, в котором я буду вести боевые действия уже в самой Припяти. Сева, конечно, хорош, но когда в те стреляют 5-6 монолитовцев, не так уж и хорошо получается. В итоге я хочу выбрать какой-либо броник, вот именно для ведения боевых действий, и взять его вторым комплектом. То есть Сева это по-любому будет с нами, но хотелось бы взять еще один с собой броник, так как из Припяти мы не сразу вернемся на Скородовск. Какое-то время придется повыживать там. Итак, я прикупил все, что нашел здесь. У меня есть, конечно же, экзоскелет. Потом есть вот такой бронекостюм Булат. Есть бронежилет Чистое Небо, в котором я бегал в последнее время. Есть вот такой броник, перил 5М. Ну и, конечно, обычный комбинезон Ветер Свободы и обычный комбинезон Заря. Плюс я бегал до этого в тактическом шлеме, но вот сейчас я прикупил еще шлем Сфера М12. И плюс вот такой шлем-заслон. Вот я хочу выбрать, что с собой взять, что оставить. Посмотрим. Для этого я подошел, конечно же, к Кардану. Ему нужно дать водочки, чтобы он выпил. Чтобы работа спорилась и все остальное. Ну, чтобы руки не дрожали. Понятное дело, по максимуму я броники прокачать не смогу. А инструменты для калибровки находятся в Припяти. В Припять мы еще не пошли. Только идем. Это чтобы работа спорилась. Поэтому мы будем прокачивать броники тем, чем есть. Но будем иметь в виду, что какие-то моменты мы прокачаем чуть попозже. Ну, вот примерно как-то так. Ладно, Кардан, давайте начнем, наверное, с самого простого. Это броник. Сталкерский классический броник. Его все знают. Кабинезон Заря. Что тут можно прокачать? Химзащита плюс 10. Радиозащита плюс 10. Вес бронежилета минус 3,5 килограмма. Броня плюс 10. Переносимый вес плюс 10 килограмм. Плюс он по умолчанию дает 2 слота для артефактов. Для опытного сталкера это важно. Восстановление здоровья плюс 2. Электрозащита и химзащита по плюс 20. Или термозащиту можно выбрать. Плюс прочность костюма плюс 15%. Или гашение удара минус 20. Но, в принципе, мы понимаем, что такой броник, по сравнению, допустим, хотя бы с тем же самым берилом, это мелочи. Единственный плюс у этого броника, то что 2 слота. 2 слота он дает. И после того, как у нас появится третий комплект инструментов, мы можем увеличить еще 2 контейнера. То есть у нас будет 4 контейнера. Плюс, конечно, радиозащиту плюс 30 прокачать. Ну, или химзащиту. Плюс броню плюс 30 сделать. Ну, давайте будем честными. Этот броник для похода в Припять, для ведения боевых действий в Припяти не годится совершенно. Поэтому мы его даже качать не будем. Есть вот такой комбинезон. Тоже простенький комбинезон свободы. Называется Ветер. А тут, в принципе, то же самое. Количество контейнеров 1, количество контейнеров 2. Нет. В количестве контейнеров тут разница. Смотрите. Плюс 1, 2 по умолчанию. И плюс 2. Когда мы получим третий комплект инструментов для калибровки. То есть в итоге мы прокачаем 5. 5 контейнеров. О, он уже лучше, чем сталкерские. Ну, и по умолчанию, в принципе, тут везде так. Вес бронежилета немножко. Термозащита по плюс 20. Химзащита. Радиозащита плюс 30. Ну, или химзащита плюс 30. Гашение удара минус 20. Броня плюс 10. Прочность костюма плюс 25. И броня плюс 30. Этот костюм получше. Кто бы спорил. Но все же, все же, я думаю, для ведения боевых действий в Припять этот костюм тоже не подходит. Поэтому, навряд ли мы его будем прокачивать. Оставляем. Ну, что же, у нас остается костюм, который у нас есть. В котором я сейчас бегаю. Бронежилет чистого неба. Он у нас уже дает 2 ячейки. Плюс он у меня прокачан. Восстановление здоровья плюс 3. Заживление ран плюс 2. Потом в дальнейшем можно сделать психизащиту плюс 30. На данный момент восстановление сил плюс 2 прокачано. Количество контейнеров плюс 1. И потом можно добавить еще плюс 2. То есть будет в итоге 4 контейнера. У Свободовского костюма получше, конечно. Прочность костюма плюс 10. Электрозащита и химзащита плюс 20 уже. У меня прокачано. Электрозащита плюс 30 можно будет поставить. Или термозащиту плюс 30. Плюс гашение удара минус 10 уже есть. Вес минус 5 килограмм. И можно будет броню плюс 30 добавить. Или гашение удара минус 30. Как-то так. Ну вот можно посмотреть характеристики. Неплохо-неплохо. Только от ПСИ он не защищает совершенно. Видите? От ПСИ. Но для этих целей же есть шлем. Вот тот шлем, с которым я бегаю сейчас. Это тактический шлем. Химзащита плюс 10 он дает. ПНВ второго поколения. Это то, что уже прокачано. Восстановление сил плюс 2 и радиозащита плюс 30. Неплохо. В итоге восстановление сил. Видите, какая? Хорошая, в принципе. Броня. Очень даже неплохо. Гашение удара. Очень даже неплохо. Ну и все остальное средненькое такое. ПСИ защита есть, да? Термозащита есть. Электрозащита. Химзащита и радиозащита. То есть, в принципе, средненькое. Где-то процентов 45. Очень даже неплохо. Я так думаю, все-таки этот костюм получше будет, чем комбинезон Заря и чем комбинезон Ветер Свобода. Единственный, да, минус. У комбинезона Ветер Свобода в итоге 5 ячеек будет под арт. Ну вот как-то так. Ладно. Другой момент. У нас есть новый шлем. Шлем Свера М12. А давайте его поменяем. Это улучшенный шлем. И, конечно же, его прокачаем. Он дает восстановление сил плюс 2. Прокачиваем. Химзащиту и радиозащиту плюс 10. Прокачиваем. Тут надо выбрать ПНВ или ПСИ-защита. ПСИ-защита, конечно, важна. Но у нас есть таблетки. Где они? Сейчас мы найдем их. ПСИ-блокада. И все. Съел таблетки и нормально. А ПНВ... ПНВ таблетки не съешь. Поэтому ПНВ второго поколения прокачиваем. Химзащита и ПСИ-защита. Вот тут надо выбрать. Химзащита головы. Но химзащита плюс 10 у нас есть уже. Давайте добавим еще плюс 20. А ПСИ-защита опять же. У нас есть таблетки. Будем это учитывать. Давайте химзащиту прокачаем. То есть химзащита у нас уже 30. Ну и потом мы еще можем прокачать химзащита плюс 20 и радиозащита плюс 20. Так что вы правильно сделали, что начали прокачивать химзащиту и радиозащиту по максимуму. А здесь ПНВ третьего поколения мы сможем поставить. Вот такой вот шлем у нас. И давайте сравним, какая защита будет. Вот если одеть этот шлем. Опа. Видите? По диаграмме. Сразу разница большая. Вот давайте мы его одеваем, шлем. Единственное, ПСИ-защита падает, да? Но по всем остальным показателям он в принципе лучше. Да, лучше. Особенно радиозащита. Отлично. Этот шлем лучше сферы М12, чем просто шлем. Тактически. Но смотрите, у нас еще есть шлем-заслон. Давайте посмотрим, что он дает. Химзащита и радиозащита. По десяточке. Давайте прокачаем. ПСИ-защита. То есть тут по умолчанию других вариантов нету. Плюс 10. Берем. Восстановление сил плюс 4. Но инструменты для калибровки. Это позже. Смотрите. ПСИ-защита плюс 10. По умолчанию. Опа. А тут что у нас? Радиозащита и химзащита. Давайте от радиации. То есть этот шлем идет упор именно на ПСИ-защиту. Вот эти шлемы сфера и обычные тактические. Они идут в основном с защитой от радиации, от пуль. Да. Там боевые такие шлемы. А это. Вот именно от ПСИ-защиты. Конечно. ПСИ-защита тут смотрите какая. Больше всех. Но опять же. Опять же. У нас есть таблетки. ПСИ-блокада. Поэтому. От пуль таблеток нету. Есть артефакты. А от ПСИ-блокада вот у нас есть защита. Так что я думаю, если есть таблетки, нужно шлемы все-таки прокачивать. Чтобы больше была защита от пуль. Неплохой он, неплохой. Но вот эта защита будет лучше. Смотрите. Броня прям максимальная. Гашение удара почти. Почти максимально. Ну, чуть меньше. И все остальное неплохо. В итоге этот шлем хорош. Но не от пуль. Не для войны. А мы, напомним, берем экипировку, как второй комплект для введения боевых действий именно в ПСИ-блокаде. Там будет много монолитовцев. Там нужно будет воевать. И нам нужна такая хорошая броня. Ладно. Со шлемом мы определились. Вот этот шлем мы с собой берем. А мы можем даже посмотреть, как он выглядит. Смотрите. А почему я не в шлеме? Дегтярев, ты почему не в шлеме? Хотел посмотреть, как он выглядит, но почему-то не показывает. Ну вот так. Ладно. Фонарик показывает, а все остальное не показывает. Хм. Странно, странно. Но раз мы здесь, давайте мы проверим, какой этот шлем дает ПНВ. ПНВ второго поколения же, да? ПНВ второго поколения. Ну, такое себе. Такое себе ПНВ, но. А мы же у этого шлема сможем потом прокачать до третьего поколения. Помните? Вот. Инструменты для калибровки, которые мы добудем в Припяти. Это нужно учитывать. Ну что же. Давайте выбирать броню. Давайте вот так оденем. Ох ты. У нас перегруз, мы выйти не можем. Давайте мы часть вещей скинем. Часть продадим и вернемся опять сюда. Итак. Я продал те бронежилеты, которые нам не нужны, которые мы прокачивать не будем. Отправимся дальше. У нас вот три броника, которые мы, наверное, будем рассматривать. Давайте для начала вот этот. Бронекостюм Берилл 5М. Ну что, неплохой костюм. По умолчанию слотов для артефактов нету. Да, нам это нужно, но все-таки мы выбираем броню для войны. Заживление ран плюс 2. Ну что, мы будем делать. Два контейнера для артефактов поставить, но техник такую модификацию не делает. Скорее всего, это делает Азот. Но опять же, за инструменты, наверное. Давайте смотреть дальше. Прочность костюма плюс 10. Электро- и термозащита или восстановление сил. А вот тут даже не знаю, что лучше выбрать. Чтобы шустрее бегать или все-таки защита была. А что дальше? Химзащита и радиозащита идет. Восстановление сил тоже хорошо, но зато можно прокачать по максимуму. Электрозащита, термозащита по 20-ке, плюс потом будет химзащита и радиозащита по 30-ке. Или восстановление сил взять. Восстановление сил тоже хорошая тема. Нет, давайте все-таки прокачивать его от всяких воздействий. Бегать я не планирую сильно, так как все-таки это зона, нужно ходить не спеша. Огашение удара минус 10. Прочность костюма и вес бронежилета. Прочность, вес 5 килограмм. Для сталкера каждый вес, ну по крайней мере для меня каждый килограмм нужен. Можно больше гранат взять, больше патронов. Прочность тоже важна, но тут надо выбирать. Выбираем вес. Все, на данный момент это все, что мы смогли прокачать. Но, надо сказать, не густо. А всего лишь гашение удара минус 10, прочность плюс 10, электрозащита плюс 20, заживление ран плюс 2, термозащита плюс 20, переносимый вес плюс 10 килограмм. И вес минус 5 килограмм. Такое себе, такое себе, если честно. Смотрите, самое что лучшее, это гашение удара тут. А защиты вообще почти никакой нет. Вот давайте просто оденем бронежилет чистой неба. Разница, видите, какая сразу идет? По показателям. В разы превышает. Он каждый показатель превышает. Вот, к примеру, вот сейчас у меня одет берил. И вот чистое небо. Вот я одеваю. Все показатели растут. Прям все буквально. Да. То есть, не важно. Одену я шлем с этим броником. Не одену. Все равно растут все показатели. Так что бронежилет чистой неба однозначно лучше, чем берил. Хотя, казалось бы, броня, значит, для войны. Но нет, нет. Чистое небо переплевывает его. Плюс у чистого неба два слота для два контейнера под артефакты. А я думаю, будет наоборот. Ну что же, значит, этот броник однозначно нет. Отметаем. Давайте дальше поехали. Вот, вот на эту броню вся надежда. Броникостюм Булат. Кто-то скажет, да, у тебя же есть экзо. Минус экзоскелета, в нем нельзя бегать. Так что пока-пока. Тут можем мы его прокачать, но это в дальнейшем. В дальнейшем. Ну ладно, давайте мы все-таки сначала более легкие броники рассмотрим. Итак. Восстановление сил плюс два. Качаем? Конечно. Заживление ран плюс два. Качаем. Кашинюдар минус десять. Нормально. Вес бронежилета минус пять килограмм. Уже хорошо. Заметим, у этого броника, у Булата, тоже нету слота под артефакты. Это плохо. Давайте дальше. Заживление ран плюс четыре. Уже неплохо. Вес десять килограмм. И химзащита. Эх. Ну вес нам важнее. Потому что сталкер с собой много чего таскает. Лишние патроны нам всегда будут нужны. Вес прокачиваем. Термозащита и электрозащита. Ну это чисто мое личное предпочтение. Я всегда выбираю термозащиту. Ну мне же арте больше не нравится, чем электр. Поэтому я от них лучше защищаюсь. Броня и прочность костюма. Вот тут тоже. Еще непонятно. Вроде когда прочность костюма больше, соответственно он меньше ломается. И дольше будет сохранять свои качества. Но с другой стороны и броня плюс двадцать. Это тоже важно. А починить-то мы всегда сможем починить. Поэтому броню качаем. Все. На данном этапе мы больше не сможем прокачать костюм. Но в дальнейшем мы сможем восстановление здоровья плюс четыре. Два контейнера для артефактов добавить. Электрозащита и радиозащита. На тридцатку увеличить. Химзащиту и термозащиту на тридцатку. Ну что-нибудь одно из них. Броню плюс тридцать поставить. И гашение удара минус тридцать. Вот как-то так. Максимальное здесь это гашение удара. Давайте сравним его с броником Чистое Небо. А опять. Да е-мое. Броник Чистое Небо переплевывает эти броники. Но не совсем. Не везде. В гашении удара все-таки этот броник получше. Вот единственное, что в это. И в броне. И чуть-чуть в броне он получше. Да. Ну прям на чуть-чуть. Прям небольшое различие. Смотрите. Остальные показатели растут. Ну по защите. Там электро, химзащита, радио. Термозащита. Восстановление сил чуть-чуть больше. Броня чуть-чуть больше. И гашение удара чуть больше. Ну там прям немножко, немножко. Не знаю, не знаю. А давайте... Вот так вот. О, со шлемом-то неплохо так идет. Так и тут со шлемом тоже очень неплохо. Смотрите как. Броня. Гашение удара. Вот чуть-чуть небольшая разница. Но в остальном от радиозащиты. Смотрите как защищает. Неплохо. Почти больше 50%. И вот даже не знаю. Вот тут конечно разница небольшая. То есть этот все-таки больше от пуль. А этот больше от аномалий, от всех остальных. Но с другой стороны. Тут разница прям минимальная. Реально. Вот прям чуть-чуть разница. Пока под вопросом этот броник. В любом случае Булат, вернее Берилл мы продаем. Это однозначно. Он не катит. Давайте сходим продадим. Итак. Давайте мы немножко попьем воды. А это я в экзоскелете хожу. Вес переносимый-то неплохой. Но я его еще не прокачивал. Еще не смотрел. Сейчас будем смотреть экзоскелет. И последнее что осталось. Да. Вот экзоскелет. Экзоскелет по умолчанию дает уже слот для артефактов. Но. С экзоскелетом мы не можем шлем надеть. Не забывайте про это. То есть тут броник и шлем. А тут цельное все. Давайте смотреть и прокачивать. Что дает нам экзоскелет. Химзащита и радиозащита. По десяточке. Качаем. Приносимый вес. Десять килограмм. Качаем. Восстановление сил плюс четыре. Неплохо. Гошиня удара минус десять. И броня плюс десять. Пойдем дальше. Пси защита. Опять пси защита. Ну мы будем по старой методике. От пси защиты у нас есть. Ну пси защита это те же самые таблетки пси блокада. Поэтому мы качаем ПНВ. ПНВ нам нужно. И в дальнейшем мы можем пси защиту плюс тридцать поставить. Вот так вот. Давайте смотреть. Прочность костюма и вес бронежилета минус десять. Вес нам важен. Давайте вес качать. Отлично. Количество контейнеров плюс один. О. Мы сразу можем два контейнера сделать. И это уже напоминает нам бронежилет чистое небо. Два контейнера. А в дальнейшем мы можем усилители сервоприводов поставить. И он сможет бегать. Или восстановление сил плюс шесть. Хотя у нас восстановление сил уже плюс четыре есть. Значит здесь мы в дальнейшем поставим усилители сервоприводов. Пока мы бегать не сможем. Но в дальнейшем сможем. Плюс. Потом мы сможем поставить еще два контейнера. Неплохо, неплохо. Будет 4. Давайте дальше. Термозащита и электрозащита. Ну, моя слабость это термозащита. Ставим. Потом в дальнейшем мы можем прокачать химзащиту и радиозащиту. Ладно, двигаемся дальше. Прочность костюма и броня плюс 20. Броня однозначно. И в дальнейшем мы можем броню плюс 30 поставить. Ну что? Очень даже неплохо. Но не стоит забывать, что шлем. Шлем-то не оденется. Давайте мы вот так сравним. Вот такая защита у этого костюма, у Булата и у шлема. Броник. Экзоскелет. О, экзоскелет вообще, конечно, вне всяких похвал. Броня по максимуму. Смотрите, максимум брони. Гошни удара чуть поменьше. Да, конечно, он плохо защищает от электр, от химзащиты, от радиации. Неплохо так. От пси-защиты тоже неплохо. Ну и восстановление сил тут, в принципе, не надо, потому что на данном этапе он не бегает. Но, так как мы берем костюмы для ведения боевых действий, это важно, это важно. В общем, у меня выбор. Два варианта. Это, конечно же, экзоскелет и вот этот броник. Булат. Да, кто-то мог подумать, что я выберу чистое небо, но чистое небо чуть похуже для войны. А мы именно выбираем костюм для войны. У нас же севы еще будут. Нам нужен костюм для войны, поэтому, значит, берем Булат. Ну, вот такая тема. Сейчас я в экзоскелете. И давайте посмотрим анимацию в экзоскелете. В экзоскелете еще есть одна тема, которая вроде так не бросается в глаза, но она есть. Напоминаем, это Ганслингер мод. Тут-то новые анимации, питья, уколов и всего остального. Давайте посмотрим. Оденем Булат и уколемся аптечкой. Смотрите. Достал, кольнул, выкинул. Бинт. Забинтовался. Антирад. Достал, зарядил, кольнул. Видите, сколько время проходит? Выкинул. Ну, едим мы просто так и вода, допустим. Воду он пьет так же. Вот. А теперь мы одеваем экзоскелет. И что называется, почувствуйте разницу. Видели? Это я применил аптечку. Это аптечка, да? По времени быстрее намного, а в процессе боя это очень важно. А теперь давайте бинт. Ну, бинт, да. Бинт он мотает так же. Хорошо. Антирад давайте. Все. Помните, как в том? Достал, кольнул. Очень быстро все это проходит. Ну, пьем мы так же тут. Вот. Плюс именно экзоскелет. Быстрое применение лекарств. Мне прям понравилось. Все. Потому что в экзоскелете это все встроено. Вот так он выглядит. В принципе, все знают экзоскелет, как он выглядит. Слушаю тебя, брат. Балабонь быстрее. Балабонь быстрее. Как говорится, добро пожаловать на борт нашего баллотного ледокола. Ну, а так костюм чистого неба. Но почему-то шлем он не отображает. Вот когда я шлем одеваю, он все равно с фонариком стоит. Ну, вот есть такое, да. Напоминаю, это не классическая версия. Это ганслингер мод. Ну, что же. Наш выбор это экзоскелет. Определенно. Только вот сможем мы его с собой унести или нет. Это мы будем смотреть, когда я получу севу и буду ее прокачивать. Ну, что же. На этом все. Увидимся в Припяти. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok